Вот этот момент, Елена Александровна, я как-то сейчас больше к вам обращаюсь, почему, вот это вот персик, вот что стало, смотрите, значит, казалось бы, полная неудача, но все-таки, вот сейчас он опять обророс, вот так я показывал сегодняшним гостям, Турсуну Доскобилову, он уже обророс, он восстановился, ладно, но на этот момент действует одно яркий пример того, чего я, я вам буду сейчас пальцы загибать, предлагать несколько видов деятельности, вот, но у меня слушать будут пока сотни, а потом кто-то вырежет этот кусочек, поместит, сделает идеальный фильм, и тогда их тысячи увидят это, а потом окажется, что желающих уже несколько, а лучше несколько десятков, в чем соль, в чем сама, это мое скромное открытие мировое, ну, такое, ну, ясно, что, как у Мюнхгаузена, я же говорил, каждый день подвиг, так вот, этот подвиг в следующем, что я догадался, что почки, вот они мертвые, вот живые, причем без всякой системы, не нижние мертвые, а верхние живые, не верхние мертвые, нижние живые, вот, что сказал про мою новую теорию, ученый из Москвы, вот, меня слушает ребрик, наверняка, Александр Алексеевич, а он, главный редактор крупного журнала, он печатал отзыв на мою эту самую, а, или это было 600-й крупнейший журнал, или только крупнейший газета, ну, сейчас не суть важна, цитирую его, он сказал, ну, смысл его нет, процитировать не смогу, там речь шла о лучшей дифференциации, ну, по-русски переводе, это означало, что почка, где условия были выгоднее, та и уцелела, а, в принципе, все почки имеют одинаковое рассыпание, вот смысл крупного ученого, который ответил на мою теорию, на мою публикацию, вот, ну, вот теперь смотрите, и тут раз, да, я расстроился страшно, вместо того, чтобы кушать персики, а у меня уже целая очередь за косточками, я вот с этим вот имею дело, но зато покажите мне, где лучше дифференциация, господа ученые, это самое, гражданин ярославцы, вот, покажите, где почка в лучших условиях, где в худших, вы посмотрите, какой удачный снимок, так вот, селекционное клонирование железа означает, что каждая почка имеет свою индивидуальную морозостойкость, каждая почка имеет двойное назначение, каждая почка может быть расти, может быть стать веткой, каждая почка может стать цветком и плодом, а раз плодом, значит, она имеет половые органы, половые клетки, а пола клетка клетки рознь, а значит, что? Значит, с помощью отбора, вот в таком вот виде, я специально эти две фотографии, вот смотрите, что я мог до 2016 года, журналистка из Красноярска приехал, вот, просто удачный снимок, какая ветка лучше, какая хуже, а у них морозостойкость-то, сорок градусов мороз, весьма подряд, вот, смотрите, одинаково морозостойкость тут или тут, тут или тут, тут или тут, тут или тут, ну, что я слепой, вот, и вот это одно из направлений, а потом, если уж у меня вот это выжило, если отсюда взять веточку, то пол России может иметь персики, поняли? Вот, благодаря вот этому снимку, вот такой вывод, скромно, но со вкусом, селекционное клонирование существует, вот, пока только у меня, ну, а результат посмотрим, почка, почка рознь, даже две почки одного черенка могут дать разные побеги, одна почка в рост толстым сольком, вторая заморожая мелкими, листья будут разные, вы правильно говорите, у каждой почки свое предназначение, то, что я говорил, это в принципе, что почка может быть и ростовая, и, может быть, и плодовая, а между этими, чего только нет, меня, почему меня злит, вот эта вот прививка еще, когда у меня вот этот ученый сегодня был, вот, был такой момент, когда он сказал, а почему вы не прививаете почкой, я ему сказал, потому что рана больше, и получается более-менее дерево, но есть еще причина, дело в том, что почки, вот, я всегда говорю, посмотрите на ветку, а ей, когда используются два года, на ней появятся однолетние ветки, а они все разные, коротенькая со спичку, плодовая, чуть подлиннее, может быть, тоже плодовая, самая длинная, ростовая, ей предстоит увеличивать размеры дерева, а когда почка прививка почкой, мы же что делаем, мы все берем в рост, а потом я получаю письма, у меня дерево купил, оно полтора метра, я его посадил, прошло пять лет, оно как было полтора метра, так полтора метра есть, что я должен отвечать, я должен отвечать примерно следующее, что ее, она по генетике и должна была быть на боковой ветке, веткой, а из нее дерево сделали, а что сделали, привили, выпрямили, все, она как по генетике полтора метра предстоит, так полтора метра и осталось. Но часто, почки меняют, часто, но не всегда, они меняют свое предназначение. Вдруг, да, начинают расти, но это уже не потому, генетика у него вроде так осталась, а подвой-то мощное дерево, и оно начинает ломать гены, так самое, гены организма прибоя. И тогда получается уже не полтора метра, а два, три, пять и может получиться вполне приличное дерево. Вот такой ответ. А вы, Александр, смотрите, просто молодец ну что я скажу, вы очень наблюдательны, просто мы с вами об одном и том же. Так, а это мой брат. Так, на два корневых отростка одной и той же сливы привил к черенке от одного и того же априкоса. Они хорошо развиваются, почему размеры, а у них разные. А, ну да, мы же об этом сейчас поговорили. У меня возникла мысль, если насажен сделать окулировку почкой, я знаю, как вы относитесь к окулировке, я тоже против почки прижать, затем и так и оставить, ствол не отрезать. Если возможно проснется, возможно нет. Так, вопрос, если почка проснется, наверное, гены передадутся. Но лучше ли подвой? Сейчас телефон звонит. А, нет, это смска была. Ладно, я вдруг подумал, что с Афроном. А это смска была. Так, если будет... А интересно, есть связь или нет? Так, 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 так. Ладно, будем надеяться, что есть. Если почка проснется, наверное, гены передадутся. Но лучше ли подвой? А если почка не проснется, будет ли какой-то эффект? Вообще, стоит ли пробы такой метод, или без обрезки почка не просыпается? Значит, я почка не привал, вопрос не ко мне, раз. Но вопрос более кардинальный. Вы, у слова гены, это волшебное слово. Вы вот здесь написали его, да? Передадутся, не передадутся. Вы уже испорчены мною. Улучится ли подвой? Если почка не проснется. Это получается так. У меня опыт ограничивается только улучшенной капулировкой, капулировкой, прививкой. Хотя, разницы практически, ну, как сказать. Такого же представления нет. То прививка, то прививка. Ну, то, что я вижу. У меня всегда получается так. Деревья растут близко друг к другу. Значит, у любого подвоя, который есть у меня, а я только своими пользуюсь, так же, кроме сибирок, у них два папа и мама. Кто передал эти гены, или перекрестное опыление, или все-таки от подвоя, уже винегрет, уже непонятно. А если добавить, а вот такие примеры у меня есть, что виноваты еще и просто соседи, которые опыляют, но не меняют генную структуру, но без зачатия, непосредственно дерево. Не потом, что непосредственно. То это окончательно запутает вопрос, и получается. Это как вам сказать-то? Это получается все, что... Ну, этим надо заниматься. Это интересно. Это никогда мы, правда, не узнаем, от чего... Вот он учился, подвоя, от чего учился. Не узнаем никогда. Вегетативная гибридизация, это как даже не жираль в небе, это как жар птица. Это только одно дерево получилось, которое чудо. Я вам такие чудеса показывал не раз, да? Просто чудо получилось. А теперь возьмите его, привейте в свою очередь. Или возьмите с него косточки и прорастите. Получится совсем другое. У меня фаина уже... Сколько деревьев, все разное. Все, нет уже той фаины, которая была самая первая, которую... Тучи, бабочек, осп, пчел атаковали плоды, которые выжирали так, что торчали только косточки. Уже нет этого. Все, теперь это потомство. А кто на потомство влиял? Сосед-партнер, половой, раз, по-двое влиял. И уже нет, и запаха меда не стоит вокруг нее. И вот тогда я понял. Ну, то есть, когда таких случаев салоневской десяткой, я понял, вегетативная гометрия есть. Но, как сказал Кордюмов, что железо портит сорта. Ну, он в хорошем смысле сказал портит. Так же, как я про Чернобаева сказал. Что Чернобаев привил на абрикосы, венгерку, сливу, и получил совершенно другие плоды. Ну, в этом-то и фантастика, в этом и красота. И красота, что вы задали этот вопрос. И вопрос, наверное, гены пера дадутся, не знаю. И вы не знаете. И не узнаете никогда. Может, это от перекрестного пыления. Ну, красота о том, что заключается, что сады такие, пока вот у меня теперь вот на Дальнем Востоке появился. А вот из вишни черешня появилась, получилось и у Людмилы. Так, нет? Как в Калининграде. Вот в этом смысл. А именно так, чтобы железно было, а вот я отвечу, да, улучшится подвой. Ах, черт узнает, может не улучшится. А передадутся? В одном случае передадутся, а в другом нет. В одном случае, как у меня, тут же рядом сладкий этот самый сенец того же манчжурца. Крупные сладкие плоды. И тут же рядом, такой же, какой был у манчжурца, есть его невозможно, и такое количество этих мелких плодов, что смотреть жутко на дерево. Какое там сладость, когда такое количество плодов. Но это будущее подвой. А эти подвой, какие бы они ни было, казалось бы, дикие, несъедобные, у них стопроцентная приживаемость с королевским, с академиком, представляете, с Фаиной, с этим самым, с Курдюмовым, с Баем, с Серафимом. Это же, вот. И пусть это, на этот вопрос нет ответа. Нету. Но это не значит, что, и это самое, я дурак, или вы глупо вопрос задали. И пусть там смеются академики, которые называют меня, там, допустим, проходимцем, как мне сообщил об этом, это, ребрик. Вот. Ну, а что, что-то осталось? Так, ну, почти заканчиваем. Так, так, так. А, еще не все. Тут же в самом конце есть вопрос. Вообще, стоит ли пробовать такой метод, или без обрезки ствола почка не просыпается? Но, это самое, тут, я, опыт очень ограниченный. Я не дождался осенью, чтобы почки спали. Я привил в август, август был теплый. Я сделал полсотни прививок почкой, первый, последний раз жизни. Нет, предпоследний раз жизни. Вот. На половине, на двадцати, тридцати, успели проснуться почки и дали коротенькие побежки, которые погибли. Вот. Больше не связывался. Все. При этом я не отрезал этот самый, подвойную ветку выше прививки. Все, что я знаю. Я не отрезал. Продолжение следует...